Администрация Дауговского края признает, год был нелегким для всех властей. Главной задачей в любых начинаниях было следовать старой дилемме, чтобы желания не превышали возможности. В плане событий запомнился недавний визит главы государства и подарок Мэдумской школе. Включение природного парка Даугова-Слоки в список национального культурного наследия повысило в свою очередь шансы на туристическое завтра для жителей прилегающих территорий. Достижением во внутренней жизни территориальной единицы Арвид Куценс считает поэтапную реализацию небольших, но важных для края европейских проектов. С одной стороны пришлось брать кредиты для софинансирования, с другой удалось решить многие проблемы, неподъемные на ограниченные бюджетные средства. В моем понятии я всегда смотрю, мы начинаем, делаем, но смотрим и на ошибки. Я в самой большой, как говорится, лаквусной бумажке, это наши жители, как мы для них сработали, что на этом они почувствовали, лучше или хуже. Конечно, хорошо, что мы сохранили все учреждения, даже вопрос об этом не стоял, то есть о школах и так далее, и так далее, и так далее. То, что мне радует, что мы в мужской волости все-таки идем на то, чтобы сделать для нашего края и эстраду, которой нам нету, и стадион, который привлечен, то есть в том краю, то, что я считаю, что нам нужно. Второе, что нам очень не удалось сделать, да, и мы еще в таких поисках лучшего решения, это по отоплению колкунской волости. Очень болезненный вопрос. Колкуны рандены, колкунской волости и так далее. Обратной стороной проектных вложений зампредседателя назвал неизбежное повышение тарифов. Понимают и принимают это далеко не все. Грустным и малоконтролируемым фактом стало очередное уменьшение населения. В поисках другой жизни люди покидают родной край в надежде на лучшее на новом месте. Тем не менее, удалось сохранить достигнутое во многом благодаря энтузиазму на местах. Я только могу сказать спасибо всем жителям, которые участвовали в нашей работе, которые понимают нас и которые не понимают, да, но живут то, что мы не можем оторвать себя от всех жителей, которые живут в нашем крае. Также спасибо всем работникам и в Волостях, и здесь в Краевой Думе, которые делают свою работу. Иногда может быть и лишний часик, но что сделаешь, если работа требует вот этого.